Информация оперативного отдела скорой помощи, у него закрытая черепно-мозговая травма. Было падение, но падение абсолютно нормальное для велогонок, они случаются. Для сегодняшней погоды, то что это было всего лишь одно падение, это просто замечательно. По данным организаторов гонки, состояние спортсмена сейчас стабильное. Всего же на трассу вышло 136 спортсменов. Около 67 тысяч вращений сделали сегодня колеса этих велосипедов. Ни дождь, ни паровистый ветер не смогли остановить погоню за Кубком Сочи. Стать первым обладателем этого трофея означает вписать свое имя в историю велоспорта. Трасса в Олимпийском парке оставалась во владении шквалистого ветра до финиша соревнований. Суровый черноморский бриз замедлял скорость одних гонщиков до 40 км в час и подгонял в спину других до опасных на мокром асфальте 70. Однако перед стартом возможность и не рисковать даже не рассматривалась. Максим Разумов из континентальной команды «Итера» Катюша уверен, уже самоучастие в Кубке Сочи повышает профессиональный уровень спортсмена. Терпеть, быть спереди, сражаться до последнего. Если непогодные условия, то трасса легкая, а судя, что творится сегодня, такой сильный ветер, будет тяжело, потому что группа будет постоянно вытягиваться в одного, все будут рваться, непонятно, что будет происходить. По словам гонщиков, холодно им только первые 5 км после старта. Дальше начинается жара, причем такая, что и поддержка болельщиков не требуется. Молча переживаем внутри, потому что когда такие сложные погодные условия, ну и вообще соревнования, спортсмен, он как бы весь в себе настроен, и какие-то там, не знаю, лозунги или там крики, они особо не важны, потому что в данный момент он ничего не слышит, он занят своим делом, настроен на борьбу. Первый в истории велоспорта Кубок Сочи достался белорусскому гонщику Владимиру Гороховику. У остальных спортсменов остается шанс угнаться за большим призом мэра Сочи завтра и побороться за гран-при Сочи с 19 по 22 марта. Нина Лосева, Евгений Зеленов, Вести Сочи.